Добрый день, друзья и подписчики канала. Гриша из Брисбена Австралии с очередным видео, где всё ведётся без монтажа, без редактирования и говорим только о правде. Я сегодня хотел бы затронуть тему холестерина. Дело в том, что очень многие люди, когда идут к врачам и делают анализ крови, в основном делают врачи два анализа. Сахар, это будет моё второе видео, и холестерин. И почему-то на базе этих анализов врачи говорят, нужно что-то делать, принимать таблетки или что-то менять. И давайте разберёмся, в чём проблема холестерина, и вообще она существует или нет. Начну сначала. Ребята, я не доктор, я уже делал видео на эту тему. Я читаю очень много информации, который идёт из последних исследований. И последние исследования совершенно противоположны тому, что доктора нам говорили последние десятки лет. Я хочу, чтобы вы понимали, что действительно происходит в организме, и делали свои выводы. И также я не хочу, чтобы вы перестали ходить к своим докторам. Я хочу, чтобы вы понимали, о чём они говорят. Если они говорят то, что не является, допустим, правдой, и это влияет на ваше дальнейшее здоровье или лечение, я хочу, чтобы вы с ними имели ещё очередную беседу, базируясь на том, что вы знаете. Итак, давайте разберёмся, что такое холестерол. Холестерол, в принципе, он вырабатывается в печени и делает цикл, идя через организм. Тот холестерол, который выходит из печени, который люди называют плохим холестеролом, он идёт в клетки, клетки потребляют, используют вот жирные частички для энергии. И то, что люди называют хорошим холестеролом, он берёт всё, что не было использовано, обратно в печень. Опять-таки, обе ситуации неверны. Первое, это LDL, так называемое, и HDL, холестерол, они не холестерол, они триглицериды. А второе, нету хорошего или плохого. Давайте разберёмся, почему они считаются хорошим, а второе считаются плохим. Плохим считается тот, который выходит из печени и ведёт жир к клеткам через кровеносную систему. И дело в том, что идёт теория, что из-за того, что очень много этих вот частичек жира, они налипают на артерии, и в какой-то момент артерии сужаются, они пропускают кровь, вызывают тромбы и всякое такое. А вот, а хороший холестерол, он типа забирает это всё из кровеносного потока и возвращает обратно в печень. Давайте начнём с полуправды. Второе, правда. Но он ничего не чистит. Он берёт, этот хороший холестерол, он берёт всё, что было не использовано, обратно в печень для переработки. Поэтому из-за того, что мы считаем, что он чистит, мы считаем, что он хороший. Нет, он просто заканчивает вот это вот круговое движение так называемых липидов или триглицеридов в крови. Почему плохой холестерол считается плохим? И давайте поймём, почему вообще, откуда это всё произошло. Дело в том, что если не разбираться, как всё работает на данной поверхности, это всё правда. Печень вырабатывает так называемый LDL, который плохой холестерол, хотя он, в принципе, триглицерид. И он идёт в кровь. И что получается? Ему нужно попасть в клетку, чтобы использовать для энергии. Но если в нашей современной жизни полно всяких токсинов и радикалов, допустим, очень много потребления сахара, очень много потребления химии и всего, и получается, что происходит окисление этого триглицерида. И когда происходит окисление, его молекулярная способность, она меняется. Он выходит из того изначального образа, в котором печень его сделала, которая, в принципе, довольно-таки нормальная частичка. Он разбивается на пушистую структуру, и она становится ещё липкая. И вот эта пушистая липкая структура начинает раздражать артерии. И при раздражении артерии, получается, что процесс их лечения, появляется процесс, это как вы, допустим, наклеиваете ликопластырь, да? Если вы наклеили ликопластырь, ещё кто-то поцарапал, вместо того, чтобы его убрать, вы наклеили ещё один, ещё один, и оно закупоривается. Если большинство энергии берётся из таких жировых капелек, которые приходят при кетогенической диете, а не использованием сахара и всякое такое, то LDL, так называемый пухой холестерол, он, выходя из печени, он не меняется. Он выходит в систему, идёт в клетки, и если клеткам достаточно, фактически не будет этого хорошего холестерина возвращаться обратно. Если его чересчур много, хорошим будет возвращаться обратно. И задача, задача не уменьшать цифру этого плохого холестерина, потому что если, получается как? Что вы идёте к врачу, да? Он вам делает анализ. Вместо того, чтобы понять, откуда, так называемый этот вот, что находится в плохом холестерине, а, кстати, насчёт этого не делаются анализы. Если вы идёте делать анализ холестерина, делается анализ всего на два холестерина. Плохой и хороший, да? Внутри них есть так называемый фрагментный анализ каждого из них. Так вот, в каждом из них маленькие частички вот этого LDL, они считаются плохими, потому что они разбиты, они вот эти вот, которые пушистые. Средние и большие считаются хорошими. Средних почти нету, и вот эти большие частички, то, что вы хотите больше увидеть. Если у вас, допустим, большой холестерин, вместо того, чтобы сразу говорить, да, доктор, дайте мне таблетки или чем-то это всё лечить, сбивать эти цифры, я бы сказал, доктор, а можно сделать частичный анализ или фрагментальный анализ этого холестерина? И вы увидите, откуда он приходит. Если ваша часть маленькая, которая маленькая, плохой холестерин, эта часть их мало, а большие, плохой холестерин их много, то у вас система работает нормально. И большое количество этого плохого холестерина в крови, это знаешь, что как раз система работает хорошо. Что же получается, если система работает хорошо? А вы таблетками избиваете всё, что печень это не вырабатывала. Получается, что вы заставляете клетки находить альтернативный способ получения питания, да, и пойдёт разбивание глюкозы и всего остального. Поэтому я же говорю, таблетки это не решение. Врачи классные люди, но они делают диагноз, и они пытаются дать вам таблетки, чтобы потом посмотреть, как работают таблетки на диагноз, который они дали. То есть, грубо говоря, у них есть, допустим, период, допустим, грубо говоря, от 2 до 5 единиц, это нормально. Если у вас нашли, допустим, 7 единиц чего-то, нужно таблетками сбивать обратно, чтобы было 5. А почему эти единицы там? Почему именно не нужно сбивать? Они не разбираются. И поверьте мне, я не доктор. Но если вы ведёте здоровый образ жизни, и у вас высокий холестерин, это хорошо. Это хорошо, и уже было доказано, что если нету никаких радикальных повреждений внутренней кровеносной системы, холестерин, это самый лучший уровень холестерина, самый лучший, что может произойти в вашем организме. Очень тяжело объяснять эту тему, не вдаваясь в биологию, но просто хотелось бы показать и рассказать, что принимая статины, принимая другие вещи, которые сбивают холестерин, вы не даёте своему организму работать, как он должен работать. А также, потребляя пищу, которая токсична для организма, вы заставляете его работать, так как он не должен работать. И получается, что как бы вы делаете двойную проблему для организма. Первое, так как, допустим, вы живёте и употребляете пищей, всё, вы приносите ему вред, а потом идёте к врачу, и то, что делает врач, он маскирует этот вред, причиняя ещё больше вреда. И получается так, что этот цикл продолжается, пока не начинают расти эти показатели опять, и он назначает ещё большую дозу, ещё большую дозу. Я вас гарантирую, я вам гарантирую, что организм обмануть нельзя. Его можно обманывать, пока он не начнёт отказывать. Поэтому, если у вас есть ещё возможность, если не всё запущено, разберитесь чуть больше в холестерине. Не давайте врачам сбывать эти показатели, потому что они ориентируются только на показатели. Поймите, сколько у вас холестерина, поймите, сколько частичек конкретного холестерина у вас в крови, и дайте своему организму работать хорошо. Сегодняшнее видео было о холестерине. Следующее видео будет о сахаре в крови, потому что там тоже не всё так легко, как доктора нам показывают на анализе. Если вам ещё какие-то интересные темы в этом направлении, пожалуйста, дайте знать мне в комментарии. И если, допустим, вы не подписаны на этот канал, пожалуйста, подписывайтесь, поставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить никакие следующие видео. А пока что, всего хорошего, до следующего раза.